Напряжение лет 30 в Одессе говорят о необходимости строить паркинги. Начало этой дискуссии было положено еще в конце 80-х на страницах вечерней Одессы, когда в город хлынули поддержанные японцы, которых привозили моряки. Ситуация со стоянками до этого была напряженная. С появлением такой массы машин на улицах обострилась. Собственно, многое зависело от городских властей. Причем в те постсоветские времена, когда частный строительный бизнес стал активно развиваться. Депутаты и чиновники быстро давали разрешение на возведение домов, забывая при этом потребовать об устройство для содержания авто жильцов не на площадках у дома, а в подземных гаражах. И вот наконец на последнее аппаратки в мэрии заявили, что задумались о массовом строительстве многоуровневых паркингов, для чего чиновники собираются разработать городскую целевую программу. Начнутся статистики, которую огласил директор департамента транспорта и связи и организация дорожного движения Александр Илько. По его словам, в настоящий момент в городе постоянно находятся порядка 450 тысяч автомобилей, которым катастрофически не хватает парковочных мест, и указал 7 адресов, где собираются строить эти сооружения. В этих местах ведется или планируется вести строительство жилья, поэтому появление паркингов будет очень актуальным. По срокам это несложно. Учитывая использование цельнометаллических конструкций, построить такой паркинг можно будет за 7 месяцев, и каждый обеспечит от 500 до 1200 паркомет, заявил Александр Илько. Поддержал подчиненного городской голова Геннадий Труханов. Он отметил, что в городе нужно менять подход к концепции паркования. У нас так десятилетиями сложилось, что стоянка это не стоянка, а гаражик, где хранятся закрутки. Это надо менять, заявил Труханов. Теперь, как по мне, проблема будет не столько в строительстве паркингов, сколько в ценовой политике, что предстоит определить городскому правительству. Я очень хорошо помню, что рельсы частных парковок любят взвинчивать цены за час стоянки собственника авто. Не хотелось, чтобы по этому пути пошла мэрия. В конце концов, стоит ориентироваться не на хозяев Мерседесов и Ягуаров, а на тех, кто владеет так называемыми бюджетными автомашинами. Да и стоит продумать жесткие меры для тех, кто бросает своих железных коней, не желая пользоваться теми же паркингами.